Всем привет, с вами Павел Косенко. Сегодня я вам расскажу о том, как можно использовать ASIS для обработки видеоизображений в DaVinci Resolve. Что такое ASIS, подробно рассказано в статье, которую мы недавно написали. Ссылку на эту статью вы можете найти в описании к этому видео. Я не буду останавливаться подробно рассказывать вам о том, что такое ASIS, зачем он нужен и каковы его преимущества. Вы все это можете прочитать прямо в статье, наглядно и подробно там об этом написано. Сейчас я вам просто продемонстрирую визуально преимущества работы в ASIS. Это одно из преимуществ, которое на мой взгляд является ключевым. Итак, перед нами обычный видеоклип, который снят на iPhone XS. То есть файл не очень высокого технического качества и в не очень широком пространстве. REC 709 в данном случае. Попробуем его каким-то образом обрабатывать. Я хочу сделать это изображение темнее, контрастнее. Но вместе с тем, конечно же, мне очень важны будут детали в тенях и в светах. Если я буду воздействовать на это изображение стандартными колесами, то очень быстро... Вот, например, я делаю темнее тени. Вы обратите внимание на вейформу, как быстро тени у нас уходят в клиппинг. То же самое будет происходить со светами. Если я попытаюсь делать изображение посветлее, видите, как быстро света тоже клипуют. То есть получается, что стандартный режим работы в DaVinci Resolve, он не очень гибок. Он не дает большой гибкости для обработки изображения, в отличие от Asus. Давайте перейдем теперь в Asus и попробуем сделать те же самые манипуляции. Для этого в настройках проекта, шестеренка в правом нижнем углу, в разделе Color Management мы выберем Color Science не DaVinci в IRGB стандартный, а Asus, CCT в данном случае нужно выбрать. Я не буду вдаваться подробностей, почему. Просто на текущем этапе примите это как данное. Мы выбираем Asus, CCT. И здесь я должен указать выходящий преобразование для своего монитора. Я работаю на мониторе REC-709, поэтому я должен указать это в соответствующем месте настройок. Сохраняем настройки. Теперь Asus нужно сообщить о том, что он работает с REC-709. Если вы будете добавлять на тайм-линию файлы с камер, которые поддерживаются самим стандартом Asus, то это произойдет автоматически. В данном случае мы работаем с обычным REC-709 с iPhone, поэтому мы должны это указать. На клипе правой кнопкой мыши кликаем и в разделе Asus Input Transform указываем REC-709. Ну, собственно говоря, он уже указан. Теперь попробуем те же самые манипуляции произвести, которые мы уже делали с колесами, но в Asus. Итак, мы идем в закладку Color Wheels и двигаем значение лифт влево. Смотрите, я уже достаточно сильно сдвинул, но тени, хоть и прижались к нулю, но не заклипировались. Если я сейчас увеличу это изображение, то вы это увидите. Вот здесь вот, в этой части, изображение стало темнее, но тени не заклипировались, они не ушли в полный ноль. Мы это хорошо видим на Waveform. То же самое происходит со светами. Когда я начинаю смещать гейн, увеличивать его, то света поджимаются к верхней части, но не уходят за пределы. То есть Asus позволяет нам очень гибко настраивать свето-контрастные характеристики изображения, и это происходит намного более аналоговым образом, чем в случае стандартного YRGB. Потому что Asus работает с логарифмическими функциями. Но давайте попробуем, собственно говоря, это изображение покрасить. Я для этого буду использовать, конечно же, Dehancer. У меня стоит Dehancer Pro 2.0.0, бета-версия с поддержкой Asus. Релиз этой версии Dehancer 2.0 будет на днях. Бета-версию вы можете скачать в чате телеграмовском нашем для пользователей, а официальный релиз будет на днях выложен уже на сайт. Итак, мы должны сказать плагину, что мы работаем с Asus. Выбираем это в закладке Input, в группе меню Input. Автоматически применился профиль пленки Kodak Vision 3 250D в данном случае. Давайте сейчас не будем останавливаться на переборе различных профилей. Пускай это будет Kodak Vision 3 250D. Собственно говоря, все прекрасно, но мне нужно сделать изображение потемнее и поконтрастнее. Давайте для начала я воспользуюсь грубой параметром Print и в ней параметры экспозиции. Я делаю изображение чуть-чуть темнее. Я пока что не обращаю внимания на то, что может теоретически заклипироваться что-то у меня, то есть тени либо света. Хотя обратите внимание, насколько мягко это работает здесь. По вейформе видно, я увожу в плюс изображение. То есть достаточно сильно. Оно светлеет, но не уходит в полный пересвет. Ввожу в минус, оно темнеет, но тени тоже сохраняются. То есть намного более деликатно работает ползунок экспозиции в принципе. За счет того, что используется пространство ACES. Тональный контраст в данном случае будет разгонять изображение и может достичь клиппинга. Это осмысленное поведение контраста и с его помощью вы можете, собственно говоря, разогнать контраст, который в ACES очень нелегко разогнать. С помощью D-Hancer вы это можете сделать. Я пока не буду трогать контраст. Также вы можете разогнать контраст с помощью черной и белой точки, но это я пока тоже трогать не буду. Давайте немножечко поднастроим изображение цветовыми колесами. Раз уж мы находимся в ACES и можем использовать гибко эту возможность. Я бы здесь, наверное, немножечко осветлил бы тени и немножечко затемнил бы цвета. То есть, в принципе, я сделал изображение темнее, но у меня сохраняются все детали при этом. Вот воздействие нашей ноты. Отключаем, включаем. Видите, я прибил немножко небо, оно стало различаться. Вот эти блики на крыше теплицы тоже стали нормально видны, но при этом в тенях у меня полный порядок сохраняется, как и должен быть. Ну и, наверное, мне баланс белого здесь хотелось бы поправить. Он слишком теплый, поэтому температуру я тоже немножечко отведу в сторону. Ну, пускай будет холодный дождь у нас, да, то есть, пускай будет такое холодное пленочное изображение. Вот такое вот. Для примера. Ну, может быть, переборщил. Сейчас немножечко верну. Вот так, пожалуй. Вот до, после. То есть, в принципе, грейдинг закончен. У меня это медленно работает на компьютере. Вот идет дождь. Дождливое настроение. Все тени сохранены. Вся детализация видна. Проверим по вейформе. Да, все у нас есть. Цвета есть. Ну, собственно говоря, достаточно убитый, достаточно низкого технического качества материал. С помощью Asus я очень легко в два клика отгрейдил и получил вполне приличное изображение, вполне приличные цвета пленочные. Но самое главное, то, что я вам продемонстрировал, как можно очень быстро и очень легко, буквально два клика, с помощью Asus, сделать аккуратную, деликатную обработку. На этом на сегодня все. Спасибо. Всем счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok